Уже на протяжении полугода ходят новости о том, что Еврокомиссия хочет заставить Apple отказаться от Lightning и перейти на Type-C. И похоже, Купертиновская компания может найти очень интересный, радикальный, но элегантный способ обхода этой проблемы. И подтверждение тому есть в коде iOS 13.4 Beta, поэтому об этом мы сегодня и поговорим. А чтобы быть в курсе всех самых свежих новостей из мира технологий, рекомендую подписаться на наш канал и нажать колокольчик, чтобы быть в курсе выхода свежих видосов. Кстати, есть одна интересная новость. Мы с командой Копипасты запустили новый канал, который называется Копипаста Live. Вот здесь есть всплывающая подсказка, а также ссылка в описании. Там публикуются самые свежие, самые актуальные и самые главные новости за день, и они выходят в одно и то же время. Поэтому обязательно переходите, подписывайтесь, если вам такое интересно. А меня же зовут Кирилл, а вы на канале Копипаста. Поехали! Уже несколько лет ходят слухи о том, что Apple могут полностью отказаться от каких-либо разъемов в своих смартфонах. Причем речь не только о разъемах, а вообще о каких-либо вырезах в корпусе. И на самом деле они начали движение в эту сторону уже довольно давно, еще с самого iPhone 7, где они полностью отказались от 3,5-мм джека, а также заменили физическую кнопку домой на виртуальную. По их словам, это позволило добавить смартфону защиту от влаги и пыли, что на самом деле очень важно и приятно. Сейчас же поговаривают, что купертиновская компания может отказаться и от порта Lightning, а также от физических кнопок вообще и разнообразных разговорных динамиков. И если порт решается беспроводной зарядкой, физические кнопки заменяются на сенсорные или на экранные, то вот ситуация с динамиком немножко интересней. В принципе, никакой магии тут нет. Уже существуют серийные образцы смартфонов, где используется возможность воспроизведения звука посредством экрана устройства. Самым ярким тому примером, конечно же, является Galaxy Note 10, в котором экран выступает в роли разговорного динамика. И тут вы можете мне логично возразить, Кирилл, ну а куда же Apple будут девать свои EarPods, которые сейчас кладутся в комплект с каждым айфоном? Все это решается добавлением пары баксов, пары десятков баксов, если быть честнее, к стоимости устройства, и в комплект вам будут идти AirPods с беспроводным кейсом. Там и Siri реагирует на голосовые команды, и заряжаться это устройство может от той же беспроводной зарядки, которая, очевидно, будет идти в комплект к вашему айфону. И все это может звучать уж прям совсем футуристично, однако в коде бета-версии iOS 13.4 найдена функция беспроводного восстановления айфон. Раньше вы могли восстановить ваш айфон через iTunes, сейчас же появится возможность сделать это через интернет, через Wi-Fi, круто. И на самом деле для Купертина эта идея не нова, ведь что-то подобное уже используется в macOS, где восстановить систему можно прямо из интернета. И если честно, это довольно неплохое и элегантное решение проблемы с Еврокомиссией. Они говорят, уберите Lightning, делайте Type-C, Apple говорят, не будет ни Lightning, ни Type-C, вот вам беспроводная зарядка, пожалуйста, заряжайте, пользуйтесь, удовольствие получайте. Ко всему прочему, это может повысить уровень защиты от влаги и пыли для устройства, что всегда играет на руку пользователю. С другой стороны, сейчас Apple неплохо справляется с тем, чтобы защищать свои устройства от брызг, пыли и всего такого интересного, потому что не так давно была новость о том, что айфон 11 пролежал под водой 2 месяца. Одна семья отправилась отдыхать в Disney World, девчулечка уронила свой новенький айфон 11 прямо в озеро, после этого все погрустили, но делать нечего и отправились домой. Семья связалась с администрацией Disney World и уточнили, а что же можно сделать в такой ситуации. Оказывается, у компании есть специальная команда аквалангистов, которая и занимается тем, что ищет потерянные вещи. Спустя 2 месяца семью порадовали новостью о том, что смартфон найден и более того, он работает. Это действительно офигенная реклама компании Apple. Очень много новостных изданий понесло новости о том, что Apple откажется от разнообразных вырезов в корпусе уже сейчас, в 2020 году. Однако, мне кажется, что это может произойти, ну, по меньшему мере, в 2021 хотя бы. По характеристикам пока известно не так уж и много. Прежде всего, айфон 12 получит на 50% больше оперативной памяти, чем было в айфон 11, а также новенький процессор Apple A14, который, скорее всего, будет выполнен по 5-нанометровому техпроцессору. Ну и логично, из коробки устройство будет работать на новенькой iOS 14, которую нам, скорее всего, покажут на летнем мероприятии WWDC 2020. В сети появилось новое видео с демонстрацией того, чего мы больше всего ждем от iOS 14. Помимо очевидной возможности смахивать входящие вызовы, также переработали Siri, теперь она не занимает весь экран. Изменилось расположение иконок и немножечко переработали их внешний вид. Полный список вы можете посмотреть прямо в видосе, который мы разместим по ссылке в описании. А в комментариях напишите, верите ли вы в смартфон без каких-либо вырезов в корпусе. Я, например, считаю, что это очень футуристично, но вполне реально. Все комментарии мы обязательно прочтем, и на самые интересные, конечно же, ответим. Главное, главное, не забывайте подписаться на наш канал и нажать колокольчик, чтобы быть в курсе выхода свежих видосов. Также в описании есть ссылки на социальные сети и наш лайв-канал, куда было бы прикольно подписаться, если вам интересны самые свежие новости. Меня же зовут Кирилл, вы были на канале Копи-Паста, до связи! Субтитры сделал DimaTorzok